Здравствуйте! Сегодня 26 мая. Это опять Санкт-Петербург. Отводочек, который перезимовал, у меня не отводочек. Вот такая была горстка пчел с маткой, буквально там клубочек. И привез два ведерка, таких небольших метров, здесь нет, показать пчелы. Потом принес полторы рамки расплода. Тут ездил по пасекам, всю Ленинградскую область объехал. Много где побывал, посмотрел пчел, где как развиваются. Интересно развиваются. Где-то уже и силу поднабрали. Хорошо. И взяток идет у нас в городе. Конечно, идет очень интересный взяток сегодня. Пришел днем, посмотрел. Короче, я сейчас покажу, сейчас все увидите сами. Я им привез, у меня есть такие самодельные фенополистирольные лейки на 6 рамок. Вот. Я все-таки думаю поставить им второй корпус, потому что такой 6 рамочный. И посмотреть, что будет дальше. Сила, конечно, пока не очень, но пчела развивается. Вот. Ну, а я посмотрю. Пчела, кстати, есть немножко, путается. Путается, остается на балконе, но не такое значительное количество. Вот. Залетают и обратно дороги найти не могут об стекло. Небольшое количество. Вот. А мне сейчас нужно пересадить. Пересадить технически. Я, наверное, сделаю, сниму этот пудельок. Сюда пчела уже перестала лететь. Ой! Тут есть чего-то. Так, и чтобы он вам видно было. Поставлю вот этот донышко, корпусок. Сейчас, сейчас, сейчас. Вон прилетела уже одна, а две прилетела. И дом не находят. Сейчас, 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 девочки. Я верну все обратно. Ой! А запах-то какой! Ребят, вот. Я думаю, что приятно будет, когда гости придут и достать рамочку свежего меда везуги и угостить. Здесь, ну, пойдет. Пойдет. Балкон сейчас закрою. Сейчас все покажу. Маточку я здесь один раз находил. Рамка, рамка с напрыском. Напрыск блестит. Рамка, ну, относительно тяжелая. Вот тут прилетают пчелы. Конечно, их еще мало. Расплодик такой, пятачок. Может, мамку увижу. Ой, прилетела в глаз, зараза! Все-все-все-все-все. Сейчас я вас, подождите, поставлю. Конечно, без маски, без силы работаю. Матка сеет. Конечно, расплодик им с пчелой много что дал. Много что дал. Они, конечно, поактивнее стали. Пчелы побольше. Ой, блин. Активнее стали. Пчелы побольше. Такая ситуация. Нормальная. Три рамочки расплода. Ну, а тут вот медок. И, кстати, честно говоря, они начали уже тут запечатывать. Пирга и медок. Не старый. Ну, льёк я им освободил. Конечно, загонять я их буду. Ой, много пчелы на окне. Ну, загоним. Вот. И поставим им сразу в корпус. Второй корпус, я не знаю, может, даже рамочку расплода им поднять, чтобы они поднялись. Вот. К расплоду. Может, матка поднимется. Да, это уже безразлично. Просто интересно понаблюдать, что тут будет происходить. Я, наверное, всё-таки поставлю им рамочку чуть-чуть с расплодиком наверх. Пойдёт. Такие рамочки пойдут. Так. Тут медок тоже наброск. Это одни, кстати. Так, мне нужно вытащить рамочку расплодиком. Ладно, не ругайтесь. Сейчас всё поставлю на место. Вот этот маленький пятачок с расплодиком я подниму им наверх. А сюда поставлю сушинку. Блин, они все кормовые. Вот такую сушинку поставлю им, пусть они работают. И просто тупо второй корпус. Такой вот шутерамочник. Надеюсь, он у меня поместится здесь. Да, он у меня поместится. А, какой высокий стал. Взял бы Лосоневский. Взял бы, конечно, Лосоневский, но мешает перегородка. Кстати, чуть-чуть надо будет убирать. И тыквури. Вот эту полку, наверное. Всё-таки неудобно и желание илы меня не оставляет до конкоя илы. Липы. Вот в той аллее липы, конечно, оно меня в покое не оставляет. И по центру поставлю второй корпус. Блин, очень неудобно, конечно, надо было скомплектовать здесь сразу. Вот они сразу на медук накинулись. Полку, конечно, буду оставлять. Очень неудобно. Или надо вниз ставить. Устаяем, наверное, знаете. У меня тут пащинка есть. Вот ради любопытства. Строить, куда они денутся. Молодая пчела есть. И вот такую сухую рамку. Поставлю им вот такую сухую рамку. Да, очень неудобно. Это я не продумал. Ну, продумай. Вот. Уже как-то, ну, повеселее смотрится. Уже повеселее смотрится. Уже повеселее смотрится. Пчелы, конечно, много. Остается. Камеру не знаю как перевернуть. Ну, вот. Пчелки шарятся. Я, честно говоря, думаю, что все будет замечательно. И... Пчелы много на окне, но... Соберем ее сейчас. Сейчас выпустим еще. Все-таки та аллея липы. Эта липа здесь везде. Она меня в покое не оставляет. И... Ну, видно... Видно, кстати, что в городе довольно-таки интересно несут. И аромат идет. И несут... Видно, что рамочки полные. Такие. Я очень доволен этим. Конечно, не знаю пока. Ну, соседи пока не беспокоились. Пчела прилетает. Нормально прилетает. Летят хорошо. Летят полные. Возвращаются. Вот такое у нас городское пчеловодство. Честно говоря, ребята, считаю, что это нужно развивать. Вот. Это нужно развивать. У меня уже есть люди, кто покупают гаражи в городах. И говорят, давай развивать в городе пчеловодство. Ну, а почему бы нет? Все цветет, конечно. Все очень хорошо цветет. Вот здесь деревья декоративные. Одуванчика много. Ну, блин, вот фашисты косят его. Ладно, спасибо всем, кому было интересно, кто следит за этой семьей. Ну, вы сами видите. Мне, честно говоря, вот я смотрю и радуюсь. Вытащить горстку пчел вот с такой кулачок зимы. Дать ему потом, ну, чуть-чуть пчелы молодой, там, пару ведерок таких небольших, 100-граммовых. Подставить полторы рамочки расплода. И вот она уже вышла на 12 рамок. Пчела растет, растет хорошо. Ну, в принципе, и сейчас только-только вот пошла пчела расти. Такой вот и появляется и свежий медок. Напрыск такой на рамках. И видно, что матки начинают червить уже без пробелов, без всего, полностью хорошо. Все радует. Дай Бог, чтобы погода постояла. Дай Бог нам хорошего лета. Всем всего доброго. Кому было интересно, кто следит за этой семьей. Еще хочу показать, что пчела ровно таки, ну, не путается. Видите, сейчас раз с окна мы их сейчас выгоним. Возьмем или леничек, или руками выгоним потихонечку. Вот такие у нас дела. Спасибо большое всем, кому было интересно. Всем пчеловодам хорошего сладкого года. Пчеловодам с Урала большой-большой-большой привет. Ну, и всем ленинградским пчеловодам. Всего доброго.